Привет! Это Ребуарн! Звёздный Капитан опять возвращается к франшизе Пила, и сегодня вместе с ним мы разберём, почему нельзя победить ловушки из фильма Пила 3. Как я уже давно говорил, я смотрел только первую часть франшизы и начало пятой части. Я просто не очень люблю такие фильмы, где очень много кровавого месива, мне как бы становится немножечко плоховато, поэтому вся эта франшиза практически прошла мимо меня. Но вам нравится, когда вес становится плоховато, поэтому мы посмотрим сегодня этот ролик. Я уверен, что он будет офигенный, как и обычно, так что погнали смотреть. В данном видео мы с вами продолжаем рубрику «Почему нельзя победить». Сегодня я проанализирую советы, как победить к фильму Пила 3. Какая жесть. Если хотите больше подобных разборов, ставьте палец вверх. Ой, что-то ему в рот залазит. Фу. Надо палец вверх сразу поставить. А это что за монстр такой интересный? Кто это? Ооо, мерзость. Так. О, это у нас рекламочка. Давайте немножко перемотаем. Во. Не знаю такого. А вот и третье пилы можно найти на моем втором канале. Все ссылки будут в описании. Первый совет будет касаться побега детектива Эрика Мэтьюза. Нам указывают, что не обязательно было ломать себе ногу крышкой от унитаза. Можно было взять пистолет и подолбить им замок. По словам автора, замок этот на вид довольно хлипенький. Такое же было, примерно такая же, точнее была ловушка же и в первой части. И должен легко сломаться от физического воздействия. Увы, бесполезное занятие. Замок тот же самый, что было и в первом фильме. Разве? Че-то по-другому немножко выглядел. Как мы выяснили еще в ролике, почему нельзя победить ловушки из первой пилы у... А, первую часть мы смотрели, я так помню, да? Разные замки усиленные, с закаленной дужкой и корпусом. Они не пелятся, не сверлятся и устойчивы к ударным нагрузкам. Других советов нам не дают, а потому мы идем дальше. Окей. Сразу отмечу, что две следующие ловушки невозможно победить. Они не рассчитаны на то, что жертва сможет, выполнив условия задания, уйти живой. Понятно. Их единственным назначением является убийство своей цели. Ну а тем не менее... Не, на самом деле это прям очень жестокая фигня, типа... Он дает как бы надежду на то, что человек может выжить, на самом деле нихрена. Жесть. Вот поэтому я не очень люблю такие фильмы, слишком тяжело для меня. Менее советы нам все же дают, поэтому давайте их послушаем. Первый у нас идет мужчина по имени Трой, в тело которого из разных частей комнаты идут цепи. Глубоко протыкая плоть кольцами в местах соединения. Напротив жертвы располагается бомба. Сперва нам советуют вырвать все кольца из верхней части тела. А потом швырнуть стул или парту в бомбу, которая от таких действий может упасть на пол. Взрывчатка подклеена к большой стеклянной банке с поражающими элементами. По мнению автора, если бомба упадет и разобьется, то гвозди в банке станут не опасными. План, конечно, интересный. Ну, возможно. Но я типа не смотрел фильм, поэтому даже не знаю, как она бы там сработала, так что давайте посмотрим. Но есть несколько но. Так. Во-первых, мы не знаем, насколько у бомбы нежный механизм. Возможно, любое небрежное касание приведет к моментальному взрыву. Но лучше уж попробовать так, чем ждать, блин, когда она в любом случае взорвется. Ну, мне так кажется. Во-вторых, гвозди, конечно, опасные. Но от взрыва тело Трои в буквальном смысле раскукарачило на куски. Кукарачило. Раскукарачило. Что это за слово такое? Не слышал еще. То есть взрыв был настолько сильный, что поражающие элементы были не главной проблемой. Но на самом деле мы же не знаем, насколько сильная была бомба. Типа попробовать-то в любом случае, мне кажется, стоило. Во-первых, вот просто сам звездный капитан постоянно говорит, типа, вы даете такие советы только из-за того, что вы знаете, что произойдет дальше. Вот, сейчас мы не знаем, что произойдет дальше, поэтому логично было бы вполне. Ну, может быть, нелогично, но, в принципе, попробовать можно было бы, мне кажется, сбросить куда-нибудь эту бомбу. Возможно. А вообще, по идее, можно, мне кажется, было парту перевернуть и бомбу, типа, спрятать за ней. И самому спрятаться за партами. Ну, я не знаю. Типа, я фильм просто не смотрел, не знаю, как там все было устроено. Следующий совет, заставить бомбу стульями и партами, создав эдакий домик. Сразу же вспоминаем, что у мужчины проткнута цепью челюсть, и вырвать ее он не сможет. Ну, теоретически сможет, но тогда он просто погибнет от потери крови и болевого шока. Так вот, даже заставив бомбу мебелью, вы не сможете далеко уйти от нее. После взрыва... Ну, мы же не знаем ее, типа, ее силу. Просто попробовать. Либо убьет взрывной волной, либо ошметками от парты стульев. И не важно, будете ли вы стоять или ляжете на пол. Вас все равно достанет. Судя по комнате после взрыва, всю находящуюся тут мебель либо разорвало, либо разбросало по углам. Но все ваши попытки в любом случае не будут иметь никакого значения. По крайней мере, не придется сидеть и ждать. Вы должны помнить, что некоторые цепи проходят через руки и ноги в специфичных местах. В ногах, например, это пяточное сухожилие, они же ахилловые. Если вы вырвете цепь из этих мест, то лишитесь возможности нормально ходить. Там, где проткнуты руки, также находятся сухожилия и мышцы. Удаление цепей лишит вас возможности работать, если не всеми, то несколькими пальцами точно. Это жесть, короче, конечно. Прибавьте к этому огромную боль с постоянной потерей крови. И вы поймете, что вам звездец. Да, это естественно. Пизда. Автор англоязычного ролика почему-то утверждает, что у Кэрри не получилось открыть ключом именно замок. Но это не так, что показано в самом фильме. Сама ловушка сделана таким образом, что ее нельзя победить. Вообще капец, ну типа, нахрен... АААА, это бесит меня, ну почему? Ну блин, если вот ты делаешь такие ловушки, типа, которые могут спасти этого человека, ну делай тогда их, чтобы они реально могли спастись. Нахрен... Ну типа... Господи, ладно. Например, тот же обратный движий капкан можно снять, отперев замок на задней части ключом. Замок же в ловушке детектива Керри вообще ни на что не влияет. Далее автор предлагает взять колбу с кислотой И вылить её на провода, которые соединяют главный механизм ловушки со скобами, воткнутыми в грудь Кэрри. Нам говорят, что возможно, может быть, наверное, кислота сможет их расплавить. Ну так, возможно, ну типа, камон, ну же возможно, ну попробовать-то можно. И нас не разорвёт на части. Ну, в любом случае, типа, кислота даже на тебя попадёт, и немножко ты подгоришь. Такой совет никак не поможет вам выжить. Всё очень просто. Почему? Указанные провода металлические. Даже если вы вылите на них кислоту, то на их растворение уйдёт определённое время. Давайте, да, согласен. А у Кэрри была всего одна минута до срабатывания ловушки. Тот же ключ был брошен в колбу с кислотой, как только детектив пришла в себя. И пролежал там ровно две минуты и тридцать секунды того, как Кэрри за ним полезла. При этом он не растворился и прекрасно смог открыть замок. Соответственно, указанный совет никак не помог. Ну да, я с этим согласен. Может быть. А может и нет. Дальше мы переносимся к Джеффу, у которого когда-то был убит малолетний сын. Его сбила машина. Джефф жаждет мести, забыв обо всём на свете. Пила похищает его и вынуждает пройти серию тестов. Чтобы показать, что жизнь ради мести ужасна и саморазрушительна. Джефф попадает в первую комнату. Значит, это он его там... Вот его он не хотел убить, насколько я понял, да? Ну хоть кого-то. ...разильную камеру, в которой подвешена женщина. Она была свидетельницей преступления, но скрылась и не дала показаний. Ну, сучка. Джефф может дать ей погибнуть, замёрзнув от холода. Или спасти, взяв ключ от замка. Но при этом прислониться лицом к ледяным трубам и получить повреждения. Сперва она предлагает положить к своей морде одежду, чтобы не лишиться куска щеки. Хорошее предложение, но стоит помнить, что ловушка рассчитана таким образом, что Джефф смог взять ключ лишь плотно, прижавшись лицом к ледяным трубам. То есть будет важен каждый сантиметр. Ну там в кофте-то не сантиметр, там несколько миллиметров всего. В целом-то идея с одеждой хорошая. Только вот она не имеет никакого отношения к советам, как победить. А лишь позволяет не получать повреждения от соприкосновения с трубами. Дальше нам предлагают закрыть сопло, откуда на жертву брызжет вода своей одеждой. Идея провальная просто потому, что с каждой стороны находится по шесть сопел на разной высоте. Ну да хрена. Вас может банально не хватить одежды на подобную операцию. С этим согласен. Больше нам никаких советов в этой комнате не дают. От себя добавлю, что использовать различные крюки в комнате, чтобы достать ключ, не выйдет. На одном зубья направлены в другую сторону. И не смогут подцепить ключ из-за своих больших размеров. На другом зубья идут крест-накрест, а потому вы не сможете их просунуть. Крюки жестко закреплены у потолка. А болтающаяся на цепи имеет слишком большой диаметр, чтобы им можно было бы подцепить цепь с ключом. Других вариантов решения этой ловушки, кроме указанных в фильме, нет. Блин, умерла все-таки, бедняжка. Идем дальше. Следующая комната судьей, который прикован на полу в яме. Тухлые свиные туши... Блин, так много там вообще ловушек, жесть. ...падают в мясорубку и вытекают на мужчину, из-за чего он в итоге должен будет захлебнуться. Судья дал слишком маленький срок убийце сына Джеффа. У ситуации есть два пути решения. Такая мерзость. Его не делать и дать мужчине умереть. Или же сжечь вещи сына Джеффа, которые для него очень важны. В печи и получить ключ от оков судьи. Главный герой сжигает вещи, достает ключ и освобождает судью. То есть ловушка пройдена, но нам все же дают дополнительный совет. Для начала нам предлагают снимать свиные туши до того, как они будут падать в мясорубку. По-моему, это немного сложновато на самом деле. Проблем в таком плане несколько. Во-первых, туши выезжают одна за другой и падают уже через 2 секунды после появления. Бля, какая мерзость, фу. Вот это, по-моему, самая мерзкая ловушка. Тебе страшно, а это мерзкая. Мы банально не сможем снимать все туши. Во-вторых, они находятся на последней стадии гниения. И буквально разваливаются от прикосновения. Попытка снятия может закончиться тем, что часть свиньи все равно будет падать в мясорубку. Такая... Мерзость. Я ж только покушал. Далее нам предлагают взять что-то тяжелое. Бочку или деревянные палеты. Так. И повесить их на один из выезжающих крюков. Зачем? Это должно будет заблокировать всю систему. В этом плане полно изъянов. Металлическую бочку повесить не получится. Ее не за что будет цеплять, а проткнуть не выйдет из-за плотных стенок самой бочки. И свободно болтающихся крюков. Повесить на крюк деревянный палет уже может получиться. Но стоит помнить, что крюки идут ниже блок системы. При ударе о которую подвесной механизм с крюком переворачивается и туша слетает с крюка. То есть палет просто упадет вниз. Попытка повесить палет выше тоже не даст результат. Подвесная система с крюком не является жестко закрепленной. Наоборот, она болтается словно на соплях. Если ей будет что-то мешать, то она просто сложится сверху и поедет дальше. А палета опять упадет. Также не стоит забывать, что подобные механизмы на скотобонях имеют автоматическое отсоединение на случай застревания. Я о таком не знал даже. Подвесная система с крюком просто оторвется от своего укрепления во избежание повреждения всей машины. Далее мы попадаем в комнату, где в ловушке находится человек, сбивший ребенка Джеффа. В машине можно просто смотреть, как жертва пилы погибает. Либо взять ключ от ловушки и освободить ее. В последнем случае Джефф может получить выстрел из дробовика. Автор говорит, что ловушка самая простая из всех, что мы видели. Типа все... Нихрена себе простая. Я вот просто на нее смотрю и мне уже становится не по себе. Все провода оголены и нужно просто их выдернуть. Проще просто... Очень просто, да? Так. Тут сразу же стоит вспомнить про защиту от дурака. Может так оказаться, что вырывание проводов не остановит процесс, а ускорит его. Как это часто бывает показано в разных фильмах. Ладно, и все. Вот и все. Она сейчас взорвется. Далее нам предлагают вставить между шестеренками какие-нибудь предметы, чтобы их заблокировать. Проблема в том, что в комнате нет вещей нужных размеров. Тут полно бочек, ящиков и коробок, но все они слишком большие. Нужные предметы должны быть достаточно мелкими, чтобы ими можно было заклинить шестерни. А одежды, например, нельзя попробовать? А таких в комнате... Не факт, что она ее переживет. ...просто нет. Также нам предлагают прицепить ключ у шнурки и выдернуть его с безопасного расстояния. Занятие лишенное смысла. Главный герой уже показал идеальный и самый быстрый способ, чтобы достать ключ. Нужно просто его открутить от крепления и не стоять на линии огня. Есть ключ. Идем. Ого. Что? А что, чувак-то там стоял, блин? Что, он отойти не мог, что ли? Дальше. Так. Я так понял, судью все-таки грохнули, да? Стреляет в Лина, Джефф убивает Аманду. Зачем? Далее советы, как победить, даются относительно ошейника доктора Лин. На нем располагается пять патронов, и если Джон Краймер умрет, или Лин попытается убежать, ее убьет. Нам предлагают вставить что-то между патронами и окурками, чтобы ошейник не мог сработать. Теоретически можно положить плотную одежду. Но, простите, а кто позволит вам это сделать? А, она плохая-то, бабокий. Вы в ошейнике будете в одном помещении с Джоном и Амандой. Думаю, они заподозрят что-то неладное в вашем поведении. Еще попытается сдохнуть сам. Далее нам предлагают по-тихому зарубить Аманду топором. По-тихому зарубить топором, по-моему, зарубить топором, это уже подразумевает, как минимум, крики и удары. По-тихому. Так. Взять с ее шеи ключ от ошейника и сбежать. Тут я могу сказать лишь одно. А, почему бы и да. Только без шума, чтобы Джон не услышал, как я умираю. Ну, как бы и все. Других советов нам не дают. Блин, это хорошая ролика, как обычно. Хорошая игра. Фу, мерзость, блин. Это все на сегодня. Это что, это значит, что он в третьей части умер, да? А пил уже сколько? Восемь. А кто там был тогда в следующих частях? Сразу же вспоминаем, что у мужчины проткнуто цырблэ. Цырблэ. Хорош. Хорошее предложение, но стоит помнить, что ловушка рассчитана таким образом, что Джефф смог взять ключ лишь плотно прижать. Певец. Сука. Ролик получился, как обычно, мега офигенным и интересным, и в то же время крайне противным. Вот всегда, вот когда я смотрю что-то, связанное с пилой, мне становится плохо. Не то чтобы страшно, это просто мерзко, противно. И я вообще не могу такие фильмы смотреть, поэтому пусть смотрит кто-то, кроме меня. Пожалуйста. Не люблю пилу, но люблю ролики Звездного Капитана, как он разбирает вообще все. У него шикарные видосы. Только здесь в некоторых моментах я с ним не согласен был. Но в любом случае, типа, я не могу утверждать на 100%, потому что фильмы я сам не смотрел. Вот. Просто я заметил тот момент, то, что раньше он говорил, типа, вы даете советы, исходя из того, что вы этот фильм уже видели. Вот человек сделал совет, не исходя из того, что фильмы видели, и Звездный Капитан пытается его, как бы, завалить, так скажем. Но чувак же сделал, типа, исходя из того, что фильм не смотрел. Поэтому немножечко я вот в этом моменте запутался. Но в любом случае, фильм... Ой, фильм. Видос получился просто мега офигенным. Огромное спасибо Звездному Капитану. Лайкусики я уже поставил. А если вам понравилась моя реакция, не забывайте ставить под ней лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok